Едем дальше по новостям. В Москве открыли вечернюю школу водородной энергетики. Это такой совместный проект благотворительного фонда АФК-система, Центра водородных технологий и корпорации, а также МГТУ имени Баумана. Школа позволит отобрать студентов для обучения в магистратуре по направлению водородная энергетика. АФК-система фактически с нуля формирует рынок водородных технологий в стране, включая подготовку специалистов в этой области. Поэтому корпорация сотрудничает с ведущими российскими университетами. И одно из соглашений подписали как раз МГТУ. Самому направлению больше 150 лет. Как многие направления, оно было долгое время не востребовано. Но за последние 20 лет в связи с проблемами декарбонизации, экологии, четвертого энергоперехода, все больше и больше технологий становится водородными. Много лет уже не готовились кадры в этой области. И вот АФК-система вместе с Бауманкой велась за подготовку новых поколений инженеров с новым образованием. Благотворительный фонд-система развивает проекты, направленные на выявление, обучение и поддержку молодых талантов. Особое внимание мы уделяем потенциально молодым специалистам для высокотехнологичных отраслей экономики. В этом смысле сегодняшнее открытие вечерней школы по водороду, которая поможет отобрать будущих магистрантов для профильной магистратуры, является одним из примеров таких проектов. Но в планах не только подготовить квалифицированных специалистов и еще разработать современные образовательные программы, провести совместные прикладные исследования по использованию водородных технологий, но и просветительские мероприятия, в том числе открытый онлайн-урок. Корпорация и ее благотворительный фонд уже многие годы помогают популяризовать технологические профессии и готовить кадры для самых передовых сфер экономики. Реализуют также образовательные, стипендиальные и стажировочные программы. А вот ранее президент АФК-системы Тагир Сидеков подписал соответствующее соглашение и с Международным институтом энергетической политики, а также дипломатии ГИМО.